Мы с вами должны понять, что реально человечество сегодня шагнуло за 8 миллиардов человек. Уже на планете Земля получается более 8 миллиардов человек. И мы с вами, представители Российской Федерации, декларируем, что у нас население 148 миллионов человек. В Российской Федерации в общей сложности. Мы с вами, получается, являемся хозяевами, населяющими 1,6 планеты Земля. Где находится большая часть сырьевых ресурсов, значит, плесной воды. По сути своей у нас в стране есть все. Очень хорошо сказал один патриарх, сербский Павел, про аборты. Да, он сказал, что если албанская женщина рожает 7 детей, а сербская делает 7 абортов, то эта земля нужнее албанцам, чем сербам. Может ли страна, где каждый второй развод, и мы входим в тройку по абортам, считаться великой? Ну, а кто скажет, что мы великая? Кто сказал, что мы великая? В собственных глазах? Может быть. По размерам? Да. По размерам мы большая страна. Огромная. Я три дня назад, три дня назад у меня был разговор, именно на тему, как раз, в которую вы затронули абортов. Там был военнослужащий, и он говорит, ты представляешь, блин, эти вот наверху, сколько ребят положили. Я говорю, родной мой человек, ты знаешь, Спаси Львовна, убито в абортариях детей. По официальной статистикой, 1 миллион 230 тысяч человек. Ты сопоставь. То есть, армия России вся целиком была убита за 4 месяца. Им не дали право на жизнь. Ну, потому что родители посчитали, что они не могут плодить нищету. И мы с вами должны понимать, что если мы не будем размножаться, если русские, как нация, которая по сути своей является государствообразующей, если русские не начнут рожать детей, по сути, через 50-100 лет русские будут, наверное, уже умирающим народом. Что невыгодно нам, представителям остальных народов, которые у нас есть в России. А может ли наша страна называться великой, если по числу абортов и разводов она на первом месте? Ну, она великая по факту, как бы, значит, она, просто она великая и униженная одновременно. Поэтому опять, нам придется опять затронуть вот, значит, этого персонажа под кличкой Ленин, который лежит на Красной площади, и пока что земля его не принимает. Это же он вывел нас в рекордсмены по абортам. Вот во время войны рожали? А сейчас? А сейчас нет. Да, ипотеки у меня, кредиты и так далее. Мы не можем. А войну по 10, по 15 детей рожали. Я же вам сказал по поводу шкур. Люди стали шкурами. Что такое шкура? Человек, который думает о себе. Вот и все. Поэтому ему нужно новую машину купить. А мне, со ребенку, нет. Не знаю, я счастливый человек. У меня 5 сыновей. И слава богу, не всегда было экономическое благосостояние. Были тяжелые минуты. Очень тяжелые. Но я счастлив, когда я перехожу домой, то бегут 5 парней. Ну, у старшего уже самостоятельные двое. У старшего внуки. И бегут и обнимают батю. Младшему у меня сейчас 5 паски. Так что я счастливый человек. И бог даст, еще возьмем, еще возьмем. Главная задача русских сегодня, наравне с тем же, как и победить в этой войне, главная задача, это рожать детей для того, чтобы... Геометрическая прогрессия по расширению нашего населения, которое должно, по сути своей, и владеть этими землями, и управлять этим государством, и, как говорится, обеспечивать сохранность нашего государства. Эта узурпация не прошла нам даром. Поэтому, конечно, там есть много таких вопросов к русскому человеку, и к русской истории, и к русской державе. Но величие ее отнять нельзя. Другое дело, что она не такая, как мы хотим ее видеть. Что она носит на себе какие-то, знаете, такие... Какие-то, значит, какие-то пятна какого-то такого разложения, или какие-то такие гнойные раны, неисцеленные гнойные раны. Одно из которых вы назвали. Если этого не будет, то, по сути своей, русские будут уже вымирающим народом. Поэтому, конечно, у меня призыв к русским, как к народу, вы должны делать все для того, чтобы у вас были семьи, в которых будет минимум пять детей. Есть внешняя война, а есть вот такая война. Это война, которая сейчас происходит, когда убивают детей. И не давая им вообще малейшего шанса просто жить даже. Просто жить. Это чудовищно. Я на эту тему разговаривал с одним генералом. Я ему сказал. Я говорю, вот я вам объясню, как мне в свое время объяснили. Правда, у меня это всегда было, но я и так это понимал. Я говорю, вот понимаете, что такое патриот в моем понимании? Да, вот полный патриот. Это человек, который любит свой народ. Правильно? То есть любовь к народу, она в чем проявляется? В делах. Вот на улице лежит дурно пахнущий мужчина. Вы окажете ему бомж. Аббревиатура бомж. Ему плохо. Вы ему возьмете домой, помоете. А это инженер. Я брал военных летчиков безногих, которые вышли на пенсию. Супруга его развелась с ним после этого. И он благородно оставил квартиру, в общежитие переехал жить. И запил. И на улице отморозил ноги. И мампутировали ноги. Сопишите, его попросили. И он на улице попрошайничает, военный летчик. 52 года было, башкирка. Почему у русских называлась семья семьей? Это семья. Отец, мать и минимум пять детей. Это называлось семьей. То есть люди не рождаются все бездомными. Меня просто как человека, верующего, всегда воспитывали так. Вставать на место другого человека. Вот я вижу человека, и я стою на его место. И как ему плохо, должно быть мне плохо. Когда чужая боль становится своей, как у преподобного Паисия. И начинаешь. Мои первые и самые лучшие учителя, это мои братья, которых я принимал. Они меня научили по-другому совершенно чувствовать мир. Спасибо огромное всем людям, которые здесь, в Москве, привозят гуманитарную помощь. Помогают. Это невероятная поддержка для нас. И понимание того, что мы не одни. А что может сделать человека добрее? Да элементарно. Взять его за руку и отвезти в реанимацию. Или отвезти в детский дом, где брошены дети. И вот в этот момент, когда ты это видишь, ты легко переосмысливаешь свою жизнь. И ты понимаешь, что у тебя не жизнь, а сказка. Но после увиденного, после этих страданий, ты уже не можешь сказать, что меня это не касается.